Всем привет! В эфире универновости, а в студии Максим Мартынов. 12 июня по случаю празднования Дня России в Казанском Кремле состоялась торжественная церемония награждений государственными наградами. Лауреатами стали 38 человек. В их числе представители самых разных отраслей и сфер деятельности. Промышленности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства, науки и образования, здравоохранения, культуры, спорта, а также участники специальной военной операции, благотворители, представители государственных и общественных организаций, местного самоуправления. Ленар Сафин получил орден Александра Невского, которым за особые заслуги его удостоил президент Российской Федерации Владимир Путин. В институте филологии межкультурной коммуникации КФУ стартовал второй международный форум русский язык и литература как средство формирования российской идентичности и международной интеграции. Участниками которого стали представители более 20 стран. О том, как прошло мероприятие, узнаете в сюжете. Популяризация родного языка и его изучение, пожалуй, одно из приоритетных направлений деятельности филологов. Для того, чтобы качественно изучить эту отрасль, необходимо регулярно проводить различные конференции и круглые столы, где высококвалифицированные специалисты могут поделиться с коллегами своими знаниями и опытом, а также наладить взаимосвязь. Так, в Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета стартовал второй международный форум русский язык и литература как средство формирования российской идентичности и международной интеграции. Форум посвящен 220-летию Казанского федерального университета, 225-летию со дня рождения Александра Пушкина и проводится в рамках года научно-технологического развития в Татарстане, а также реализация федерального плана основных юбилейных мероприятий по подготовке к проведению празднования 200-летия со дня рождения Льва Толстого. Вопрос изучения русского языка крайне важен. И вчера в Республике Татарстан закончился второй форум министров образования и науки международный. И, дорогие коллеги, я вас хочу заверить о том, что практически все делегации, которые представляли 40 стран мировых, они говорили о том, что необходимо продвигать, необходимо работать над тем, чтобы русского языка было больше, над общим стандартом преподавания русского языка, изучением русского языка. И поэтому, дорогие коллеги, Казанская лингвистическая школа, как я всегда говорю, традиционно имела плотные международные связи. И это крайне важно, чтобы мы их сохранили и приумножили. Второй форум, который проходит в эти дни у нас в Казани, в нашей Республике, это я бы назвал его историческим событием, потому что собрать из многих регионов нашей страны, из-за рубежа наших ученых, учителей русского языка, литературы студентов и в целом лингвистов в нашу Республику в очном формате, в дистанционном формате для обсуждения роли русского языка в современном мире – это очень ценное, это очень историческое событие. Список участников международного форума разнообразен. В этом году его посетили специалисты из 20 стран и регионов России. На форум приехали доктора филологических наук, директора государственных музеев, президенты институтов и профессора. По словам участников, данное мероприятие – это отличный повод встретиться с коллегами и обсудить актуальные проблемы популяризации и изучения русского языка и культуры не только русскоязычными, но и иностранными студентами. Помимо широкой географии участников, на форуме также насыщенная образовательная программа, в рамках которой будет проведено множество семинаров, заседаний и конференций. В рамках конференции ученые выступят с докладами, которые захватят все узкие отрасли филологии. Такие мероприятия, конечно, действительно очень актуальны, важны. Дело в том, что это такой, я бы сказал, очень солидный, значимый форум, который родился у нас в прошлом году. Родился он в связи с тем, что мы готовились к юбилею университета и, конечно, просматривали многие варианты. И учитывая то, что наш институт филологии и шкатурной коммуникации – очень такой солидный институт в составе университета, который действительно имеет очень славные традиции развития филологического образования и вообще физиологической науки, не только в Татарстане, в России, но и в мире. Потому что наша рингвистическая школа – это действительно знаменитая школа, которая здесь во всем мире, которая родилась в Казанск-Маншетке. Поэтому такое мероприятие, оно, конечно, очень значимое. В ходе нашего форума мы будем обсуждать, конечно же, вот эти юбилейные наши даты и будем возвращаться и к истории, к истокам и оснований Казанского университета и творчеству Александра Сергеевича Кушкина. Также в рамках форума мы будем обсуждать еще вопросы, связанные с подготовкой от празднования 200-летия со дня рождения Льва Николаевича Толстого, нашего бывшего студента, который прославился во весь мир и прославляет наш Казанский университет. Задачи форума масштабны. Здесь важно укрепить позиции представителей российского научно-образовательного сообщества в мировой академической среде и посодействовать в формировании благоприятного образа Российской Федерации путем расширения сети партнерских связей и профессиональных контактов. Форум направлен на укрепление связей между учеными, а также создание новых профессиональных контактов, которые в будущем приведут к плодотворному сотрудничеству. По словам руководства Казанского федерального университета, проведение такого важного форума в стенах старейшего вуза России – это почетная и ответственная задача. Это просто замечательно. Вы знаете, Казанский федеральный университет настолько, считаю, в передовых рядах нашей страны он выступает с такими историческими проектами и исполняет их блестяще. На самом деле, конечно, я любил, ну, как был маленький, любить читать русскую классику, как все мы любим, да, а потом определенное количество там обстоятельств, сделать, чтобы я, полюбив этот язык, ну, поменял коренним упражн, как я говорю, вот бросил английский, и с тех пор подаю уже 30 лет больше даже русский язык. Форум «Общность, идентичность народа в России» – это очень нужный, серьезный форум, и я, конечно, благодарю Казанский федеральный университет за приглашение. Отметим, что международный форум будет проводиться в течение трех дней. Для гостей города будет проведено множество культурных мероприятий, в рамках которых они ближе познакомятся с историей Казанского федерального университета, а также насладятся красотой солнечной столицы Татарстана во время экскурсии. Аделина Абдрахманова, Тимур Ахметов, Универ Новости. Выпускники университетской школы Елабужского института Казанского федерального университета посетили столицу Республики Татарстан и старейшего страны. Казань, а именно Казанский федеральный университет, посетили некогда школьники, а сегодня уже выпускники университетской школы Елабужского института. Два 11-х класса, 50 молодых людей и девушек из города Лисичанска Луганской Народной Республики познакомились с историей культуры одного из старейших вузов России. Кто-то приехал впервые, а кому-то эти пейзажи стали уже родными. Я уже здесь не первый раз в Республике Татарстан. В прошлом году я посещал эту республику в рамках университетских смен. Тоже Елабужский институт и университетская школа. И экскурсии по местным достопримечательностям. Я приехал сюда и поступать в институт, и скорее всего работать. И жить дальше здесь уже после обучения в Республике Татарстана. Нам рассказывали, что мы сюда приедем. У нас в том году тоже сюда приезжали друзья, и нам рассказывали, что здесь очень красиво было. Им понравилась экскурсия. В Казани я в первый раз, но вообще в Республике Татарстане бывало на лагере. Солнечное там было, возили нас. Мне туда тоже понравилось нахождение. Поэтому, когда нам предлагали поездку на обучение в Елабугу, я сразу же согласился. Потому что как раз компания новая появилась, друзья, знакомые будут новые. И было интересно тут очень хорошо проводить время. Много музеев было интересно. Нас все время куда-то водили. Мы вообще мало времени проводили. В январе 2023 года школьники из Луганской Народной Республики по приглашению правительства Республики Татарстан прибыли в Казанский университет продолжать обучение. Учащихся сформировали в два класса. За все это время они смогли не только наверстать упущенную программу, но и освоить дополнительные навыки. Приехали 50 обучающихся, чтобы закончить обучение в мирной обстановке. Ну и, конечно же, уже познакомиться с традициями и культурой Татарстана. Ребята посещали различные музеи. Благодаря нашему генеральному директору Елабужского музея-заповедника нам все двери в музей были открыты. Ребята смогли познакомиться с историей города, с историей региона. Также мы ездили в соседние города. Мы съездили в Менделеевск. Теперь вот у нас поездка в Казань. Ребята очень радуются, очень довольны, что узнают побольше что-то о этом регионе. Обучение было нормальное, интересное. Были хорошие учителя, они все объясняли. Потом могли очень хорошо догнать программу, потому что мы отстали. По словам классного руководителя, 35 выпускников из 50 планируют продолжить свое обучение в Татарстане, а именно в Елабужском институте. Трое в Казанском федеральном университете. Ребята, чтобы продолжить свое обучение и получить высшее образование, в основном выбрали наш Елабужский институт. Это и педагогическое образование, лингвистика, декорирование интерьера и графический дизайн. В общем, направления разные и очень интересные. Также в КФУ, сюда, в Казань, собираются поступить три человека. В основном это Институт международных отношений и Институт физики. Программа, чтобы ребята смогли осмотреть достопримечательности города, задать вопросы об интересующих направлениях подготовки в Казанском университете и прочувствовать уже знакомую атмосферу уюта. Знакомство с вузом стартовало в Музее истории. Далее гости университета направились в ректорский дворик. Карина Саяхова, Александр Антонов, Универ Новости. В Австрии запустили стартап по продаже филе лосося, сделанного на 3D-принтере. Это первый в мире напечатанный продукт питания, который начал продаваться в супермаркетах. Как заверяют сами производители, вкусовые качества ничуть не уступают натуральному морепродукту. Насколько безопасна и полезна такая еда, разбирался наш корреспондент. Первый 3D-принтер придумал в 1981 году японский изобретатель Хидея Кадама. В первых машинах для быстрого прототипирования детали создавались слой за слоем, используя смолу, которая скреплялась под воздействием ультрафиолетового света. Считалось, что изобретение будет использоваться в научных целях, да и само оборудование по тем временам стоило очень дорого. В наши дни такой принтер может приобрести любой желающий, так как на рынке работает много производителей, как отечественных, так и зарубежных. Широкое применение 3D-принтер находит в производстве игрушек, сувениров и даже одежды. На днях в Австрии запустили стартап по продаже в филе лосося, которое создали на 3D-принтере. По словам создателей, сам продукт ничуть не хуже настоящего лосося, а по содержанию полезных витаминов даже превосходит натуральную еду. Есть биофудпритинг, есть просто фудпритинг. Фудпритинг – это когда мы печатаем с помощью уже готовых ворсинок, с помощью уже готового материала, например, шоколада, либо сахара, как печать с помощью песчаных форм. А биофудпритинг – это уже печатать с помощью клеток. Можно напечатать мясо всякое. Вот сейчас есть, недавно видел исследование о том, что создали мясо из мамонта. Но его запретили, потому что оно вызывает очень большой экологический, точнее, углеродный сред, где-то 22 килограмма на 1 килограмм мяса производства. А в то время как обычное мясо производится, там, 4,5 килограмма на 1 килограмм мяса получается. В интернете можно найти множество видео создания еды с помощью пищевых принтеров. Часто их используют в кондитерской кулинарии, чтобы воплотить форму десерта, которую сложно воспроизвести даже профессиональному кулинару. Пищевой 3D-принтер помогает создать объемные и точные геометрические фигуры на тортах и пирогах. Rebo Foods, именно так называется компания, разработала процесс, который позволяет производить заменители лосося, копируя при этом характерную слоистость и сочные волокна, как у натурального филе. Также они отмечают, что смогли изготовить продукт из материалов с низким содержанием холестерина и без загрязняющих веществ, которые часто присутствуют в настоящей рыбе. Эта еда не опасна, потому что это еда, которую мы едим. Просто она имеет другую форму. Соответственно, а также мы можем туда включать некоторые компоненты, питательные вещества, которые еще больше... Например, ребенок не хочет кушать брокколи. Мы просто берем, напечатаем брокколи в виде всякой там кораблика, и ребенок сразу захочет покушать. Возможное применение биопринтинга, это, соответственно, печать органов, печать всяких сухожилий, замена сухожилий. Но полностью рукой напечатать пока еще никак не получится, потому что она состоит из разных тканей, которые невозможно получить. Но сейчас пока мы стараемся, ну, ученые стараются, получить возможность создать там всякую, либо печень, либо легкое, такого подобного рода органы. Австрийские стартаперы отмечают, что их цель – предложить альтернативу традиционным методам рыболовства. По их словам, многие виды рыб находятся под угрозой исчезновения. Технология производства на 3D-принтере, как заверяют в компании, безопасно и экологично. Аделя Файзулина, Николай Суховский, Маргарита Михайлова, Универ Новости. На этом все. В студии был Максим Мартынов. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова